Ребятки, всем привет, с вами Вика. Я живу 18 лет в Германии, о том и рассказываю, начиная свой новый влог. Сегодня я с вами здороваюсь даже. Вот, мы с Леной приехали на дачу пособирать ягоды, малины, яблоки. Яблоки. Мы с Леной приехали на дачу пособирать малины, смородины и хотели персики или абрикосы. В общем, там абрикосы растут. Вот, Лена там где-то сейчас я покажу. В малине сидит. Лена, помаши ручкой. Вот, в общем, у нас в малине, да, урожайный урожай, по которому раз уже собираем, собираем, она все еще не заканчивается. Малинка, вкусняшка. Сейчас должны собрать, потому что очень много ее наросло за пару дней. Вот, а прежде чем на дачу поехать, мы заехали в Кауфлянг. Я хотела купить какие-то удобрения для рододондрума. Рододендрум. Вот, потому что они у меня как-то вообще подзавяли сильно. В Ангиботе по 2 ойра купила в Кауфлянде. Вот, потом для помидорок, для томатов я купила, тоже 3,99 что ли. Потом купила траву. Давно уже купила, в машине вожу, жду, пока пойдут дожди, чтобы в некоторых местах, это репаратур, мишинг, в некоторых местах обновить травку. В этом году, кстати, везде трава просто умирает, потому что дождей нет. Это тоже я, по-моему, уже показывала, просто в машине ездила со мной. Вот, и купила Аку Грассунд Штраухшер. Короче, электрические ножницы, по-русски говоря. Вот так вот, примерно, с двумя насадочками они. В общем, стоила эта коробочка 29 евро. Но был такой ангибот, такая скидка была, я купила за 7. Вот, за 30 жалко, а за 7 нет. Вот, 3 часа заряжается, и сколько-то работает. Это, знаете, вот, где-то у забора, у плитки, газонокосилкой проходишь, но некоторые места газонокосилка не берет, там, где совсем у стены где-то. И я всегда секаторами подрезала и мечтала просто о такой штуке. Вот, и она мне попалась. Вот, ну, еще и еще из интересного. Также я купила краску, чтобы покрасить свой камин. Да, камин, ну, и место, где мы грилим, потому что, когда Иван делал, он не успел покрасить. В общем, он все сделал, но покрасить не успел. И краска эта стоила 21 евро, что ли, а в ангиботе за 10. Ну, я думаю, почему не взять сегодня? Вот, ну и взяла валик мини-мини. Там других не было, но, думаю, наоборот, удобнее везде подобраться можно. Тоже за евро с чем-то. Вот, а еще мы взяли ведро за 1 евро, чтобы собирать малину. Так что, вот такие у нас покупочки. Пошла я все удобрять, все рассыпать и собирать помогать Лене. Так, в общем, если я не ошибаюсь, я здесь была дня 2 назад, поливала и полола. В общем, от прополки уже ничего не видно, не осталось. И настолько выросли помидоры. Смотрите, один уже даже упал и начал плестись по земле. Ну, здрасте. Вот, здесь тоже этот 10-копеечный помидор. Его, правда, из-за горчицы не видно. Смотрите, как он разросся. Да ладно! На огурец напала мучнистая роса. Все, я его, наверное, прямо сейчас выкину отсюда. Ну, е-мое! Короче, вот эта роса, она поражает... Конечно, есть средства, есть много средств от этой росы. Но, как показывает опыт, это все просто бесполезно. Если она началась, то привет. Привет, привет, пока, пока. А здесь, смотрите, уже даже огурчики завязались. Ну, ладно, надо убирать. Так, а здесь по огурчикам, видимо, им влаги мало. Они вот растут и так загинаются. Ну, вот так вот. Ну, ничего, огурчиков много должно быть. Я так думаю, надо один, наверное, сорвать их, чтобы сил побольше было. Вот, вторая веточка начала расти. Так что, вот, ребят, все, приступаю к работе. Сейчас поставлю здесь палки. Удобрю, полью, пропалю. Короче, за работу. Вау, ребят, посмотрите. Килограмм. Или полтора килограмма. Полтора килограмма. Малина и Лена там говорят, что это еще не все. Это только начало. Представляете? Обалдеть, красота какая. Ой, вкусняшка. Ну, а я в это время прополола, вспушила и палки поставила. Сейчас удобрю и полью. И будет все. Огурцу дала жизнь. Поставила палку, намотала, отрезала все листья, которые поражены. Ну, шанс-то дать можно, но я знаю, как это все будет. Съела один угорец. Очень вкусно, прям обалденно. Так, продолжаю работать. А еще, ребята, я хотела вам нажаловаться и одновременно посоветоваться. Вот в этом отверстии сейчас не видно. Вот видите? У меня образовалось гнездо. Я, честно говоря, не понимаю. Это пчелы, осы. Кто это вообще? Ближе боюсь подходить. Это на моей крыше. Атас. Я просто здесь сидела и слышу такой прям гул какой-то. Поднимаю голову, а здесь целый рой. Смотрите, кто это? И что с этим делать теперь? Самый главный вопрос. Без понятия. Ребят, у кого были такие случаи? Ну, я понимаю, сейчас все напишите специалистов, вызывайте прочее. Я так думаю, что здесь есть не один вход. Этот вход всегда охраняется. Вот там всегда четыре чела сидит. Сейчас вот они внутри, их не видно. В общем, ребята, пишите, что делать, как избавиться от этого на своей крыше. Они вообще крышу испортят, нет своим гнездом. И они на сезон тут селятся или вообще навсегда? Ну, все, ребята, я закончила. Смотрите, какая красота получилась. Не знаю, мне такое удовольствие доставляет вот сидеть, коматься в этой земле с этими помидорками. Посмотрите, какие листики. Это же все из семечки. Блин, как это вообще возможно? Это как мои деточки. Смотрите, какая красота. Не могу. У меня прям оргазм. Я удобрила. Земля, кстати, здесь в теплице очень хорошая в этом году. В прошлом году, в прошлогодние года, так скажем, я сажала здесь сидираты, а именно горчицу. И видно прям состояние земли в сто раз лучше. А здесь смотрите тоже. В общем, я могу об этом говорить вечно. Кому не нравится, переключайтесь. Здесь, смотрите, те томаты, где теплица с двух сторон, какие высокие, это один и тот же сорт, и где теплицы нет. Ну, здесь стены нет, видите, еще. Они какие мелкие. Хотя днем стоит такая жара, а вечером холодно. Видите, и те томаты, которые прикрыты, они больше набрали рост. Они вот выше, чем эти. Ну, в два раза, наверное, посмотрите. Вот, а здесь этот десятицентовый помидор, я так думаю, это черри томат. Смотрите, насколько он огромный, да? Сейчас я вам покажу те, которые я на улице высадила. Тот же самый томат. Смотрите, какие они на улице мелкие. Намного, да, меньше? Вот, а здесь, блин, опять его сожрали. В общем, в этом году я забила на цукини. О, это что за новости? В общем, тут вылезла тыква, походу, которую я сажала два месяца назад. Вот, ну, ее уже съели. В общем, высокие грядки, это, кажется, не для моей дачи. Тут все сжирается, исчезает куда-то и т.д. Картошка растет. И вот тут еще один помидор, который на улице сидит. Видите, тоже меленькие, тоже ничего никак. Травы опять там росло. А вот в этой теплице, сейчас покажу, покажу, покажу. Посмотрите, которая полностью закрыта. Здесь уже вот мне попой из томаты. Смотрите, какие огромные. Так что, все-таки в теплице лучше помидорки. Бывают года, конечно, когда на улице хорошо. Но это когда температура днем и ночью примерно плюс-минус одинаковая. Так, ой, здесь так цветет уже прям вовсю. Надо дверь оставить открытой, чтобы пчелки залетали и опыляли. Вот, все, нахвасталась вам. Сейчас то же самое буду здесь проделывать, как в той теплице. Ребят, смотрите, кого мы нашли. Какой-то Биби сидит. Видимо, из гнездышка выпал. И сидит тут в смородине. Так жалко. Мы ему водички капнули. Еще бы червячка найти, тебя покормить. Да, где твоя мама-то, бедолага. Еще совсем мелкий. Блин, так жалко, правда, да? Вот что с ним делать? Ну, что с ним делать, надо лифт на нем на пол, не жалко. Ну, ты кто? Мне кажется, это воробушек маленький, бибичный. Такой божествененький. Здесь просто кошек много найдут, сожрут. Жалко будет. Вот тебе прелесть. Боишься, да? У него такие волосюшки еще. Ну, все, все. Сейчас будем искать тебе червячка и будем тебя ужином кормить. Пойдем, 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 покажем. Ты умеешь по деревьям лазить? Витя, привет. Яблоки. Яблоки. В общем, мы вам покажем результат Лениной работы. А сейчас, смотрите. Смотрите, тут абрикосы. Лена, это абрикосы, да? Да, да. Они крупные, огромные, но на самом-самом верху. Видите? А так вот такой один огромный. Это он все съел уже. Вот они там наверху. Но вниз они падают, вот уже все. Пока давай, Витя, тряси. Ну, мы не воруем, да? Это общественное дерево на нашей даче. В общем, сейчас кто-то из нас полезет наверх. Это будет, наверное, Лена. Лен, только осторожно, да? Да, нам уже завтра в Укеи ехать. Лена, человек, ветер. Ну, что, Осина, со стороны такая хрупкая женщина. А тут такой роган устроила. О-о-о-о-о. Пошел, пошел процесс. Все. Какие идут эти камочки? Получил? Я позвоню сейчас. Немножко побились, пока летели. Ну, на компот пойдет. Или на варенье их там обрезать хорошо. Ой, вот кажется, вообще хороший. Ага, почти целый упал. Еще, если у нас нагрядка проснулась. Азарт, азарт у нас. Так, только ни на что не наступаем. На чужие грядки. О! Кассия. Вот эти можно обрезать. Класс, да? Я говорю, можно все обрезать. Итак, следующим на сцену выходит Виктор. Витя, тебе завтра в Икею не ехать, но ты все равно поосторожнее там будь, ладно? О-о-о-о. Мужская рука. О-о-о-о, ничего себе. Вот, я понимаю. Витя, не улети. Горшочек не вари. Не улети сам. Жалко потом. Подожди, сейчас мы соберем. Надо подождить. Потом дальше. В общем, не знаю, чем я завтра буду беременна. Но персики или это абрикосы, не знаю, не разбираюсь. Как в детстве. Зеленого базара, когда они спелые, свежие. Потому что... А, ты вспомнил, да, что ты высоты боишься. Как в детстве, правда. Здесь покупаешь в супермаркете, они все равно не такие, деревянные. А это прям, посмотрите, такие сочные. Хорошо, что баночки не выкинули, да? Будет варенье у нас из абрикосов. Мы все-таки решили, что нам хватит. Витя вспомнил, что он боится высоты. Ну вот. Общими усилиями. Нам хватит, да? Ну, я думаю, загруза. Ну, она еще обрежется здесь, конечно. Что, косточки потом молоточком побьем. А, точно, они же такие вкусные, да? Миндаль, типа. В общем, вот, ребята, наш урожай, то, что мы собрали. 3 килограмма 100 грамм малины мы взвешили. Вот, набрали вот столько персиков. И здесь вишня, но это совсем, да, что-то маленечко. Там еще, да, будет? Здесь вишня, крыжовничек, черная смородина, красная смородина. Ну, это на компот, чисто на компоте, да. А малины, конечно, огромный урожай. И это не первый раз, да, это уже 50-е. Вот, и будет у нас варенье с персиков. Абрикосов. Абрикосов, господи. Так, у нас здесь работа кипит. В общем, чуть-чуть. Дла себе, для себе. Катрошки для себе я сделала. Мед с малиной. У Лины просто аллергия, да? Ну, я не знаю, ребята, будет, если кушь, то пожалуйста. Вот она такая получилась. Я, видите, косточки тоже убрала. Ой, процедила, или как это сказать. И вот такая баночка на выходе получилась небольшая. Но с чаем, вот, блин, идеально с утра попить. Потому что это вот прям био-био-био малина и витамин С и мед. Но это хранится недолго, я точно знаю. Потому что в прошлом году я сделала, в холодильник поставила, прозевала и оно у меня заплесневело. Поэтому скушать надо уже в следующей, последующей недельке. Так что вот, а Лена здесь перерабатывает персики. Абрикосы. Абрикосы. Ой, косточки какие огромные там. Будущий миндаль. Так что вот, ребята, единственное, что у нас нет сахара, магазины закрыты. Чуть-чуть, да, есть? Хватит на манину? Посыпем, чуть-чуть, ну, того-сего. Так что вот, работа кипит. Время. Золушки мы с тобой. 11 ночи. Завтра с утра мы собираемся еще в Лукию поехать. Да, но поедем, конечно, сейчас все это делаем. Здрасте. Ребята, это клиника. Время 23.34. Мы все перебрали, все в холодильник поставили. И пока я перебирала, я увидела в холодильнике сушеную рыбу. Как же это вкусно! Джека тоже хочет кусочек попробовать. Налила себе чуть-чуть вот столечка красного. А пива нет. Я вообще пива не пью. Как бы вообще не пью. Не люблю. Ну что? Ну что ты здесь хочешь? Ну что? Ой, пахнет рыбой же. Джека, она соленая. Тебе нельзя рыбу такую. Нет, все. Вот, и сижу кайфую. Прям вообще помаленьку, помаленьку. Потому что, ну как страшно. На ночь рыбу уже вообще нельзя. Я же ночью буду вставать пить. И Джека мне здесь тоже помогает. Ой, уморилась. Устала, золушка. В общем, ребята, вот так проходят мои выходные. Быстро, быстро. Сегодня день прошел. В общем, сегодня я встала. Очень поздно. Не знаю, в 10, наверное. Наверное, в 10. Вот, смонтировала для вас влог. Сходила в баню, можно сказать. В общем, я лежала сегодня в ванной с солью. Отмокала, сделала себе масочки, педикюрчик, маникюрчик. В общем, три салона в одном было. Вот. А после обеда мы поехали с Леной. Мы в магазин заехали. Я вам показывала то, что мы купили. И вот набрали ягоды. Потом приехали, ее обработали. Теперь я сижу, кайфую. Так хорошо. Прямо все дела переделаны. Еще я при этом стирала. Там какие-то такие домашние прям дела делала. Вот. Левка ходил сегодня на первую тренировку. Ему очень понравилось. Сказал, что прям напряженная была. Команда нравится. Все, все довольны. Так что вот на этой ноте буду завершать свой влог. Всех люблю. Всех целую. Всем очень благодарна, что вы пишете. Я все читаю. В уме на все отвечаю. Получается, ребята, вообще добраться до ответов вообще нереально. Очень. Ну, как-то все быстро бежит. Столько дел. Всегда куда-то, куда-то, что-то, зачем-то. Так что всех люблю. Всех целую. Ваша Вика. Пока-пока. До новых встреч. Все. Хватит. Убираю. Чеки. Субтитры сделал DimaTorzok